Так часто бывает, в самом расцвете сил пациент неожиданно попадает на операцию. Сердце бьется неритмично. Сложно представить, до чего техника дошла. Ведь ему делают операцию, а он тут же изливает душу. Говорит, что от страха сердце уходит в пятки. В основном страх, конечно. Боишься, боишься. Все глаза открыты, все видишь, все слышишь, что говорят. Больше половины пациентов в отделении сложных нарушений ритма сердца экстренные. Решение нужно принимать молниеносно. Время здесь точно не лечит. На первый взгляд, будто отдых в санатории. Современная медицина в нежных тонах и красивом помещении. Но пациенты сложные, ведь сердце каждого бьется не в нужном ритме. Медленнее, быстрее, не по природой задуманным нотам. В красивом платье в больничном коридоре. Значит, готовится к выписке. Какой по счету, сложно сказать, потому что минимум два раза в год Елена здесь на лечении. И так уже 10 лет. В 2005-м, после рождения ребенка, она стала терять сознание. Сначала в легкой степени, потом совсем не пришла в себя. Дома, когда повторились, уже вообще отключилась. И как бы у меня удар в грудную клетку. И как бы завели. Вообще ничего не помню. Очень долго даже, видимо, отсутствовало. Несколько дней вообще, как бы, вот в реанимации. Вот то, что уже, я не знаю, на какие сутки я уже в себя пришла. Первые сутки в реанимации ее заводили 50 раз шоком. Врачи приняли решение поставить кардиостимулятор. Она была одной из первых, кому в отделении провели такую операцию. В области лопаток теперь под кожей спрятана коробочка, которую временами нужно менять. А первая у нее так вообще сломалась. На руках потаскали, сломался, электрод обломился. Привозили опять сюда, делали замену стимулятором. Ну, как бы, электрода. Ток по себе ходит. Ток обломился, и ток ходит по тебе. Током бьет, и смотри, пальцы в розетку, то же самое. Да, очень больно. От неправильного ритма никто не застрахован. Полторы тысячи пациентов в год. Каждый из них здесь на грани. Но больное сердце – это не приговор. Завтра мы вам планируем выполнить оперативное вычешательство. Имплантацию электрокардиостимулятора. Кардиолог Юрий Ленцик эти слова произносит часто. Установка кардиостимулятора – обычная операция. Вот так выглядят коробочки, которые помогают сердцу биться правильно. В нужный момент, когда ритм сбивается, они посылают свой электрический импульс. Бывает какой-то дискомфорт. Все люди разные, анатомические особенности людей разные. У кого-то порог болевой чувствительности очень высокий. Но все эти проблемы решаемы. Как мостик, электроды от механизма прокладывают к сердцу. В день в отделении аритмологи ставят 2-3 стимулятора. И для каждого нарушения ритма есть свои коробочки. Мы устанавливаем определенную базовую частоту кардиостимулятора. Ну, допустим, так вот на словах у человека – брадикардия 40 ударов в минуту. Ну, периодически у него есть собственный ритм. Допустим, 80 ударов в минуту. Вот мы ставим кардиостимулятор с целью того, чтобы у него не было брадикардии 40 ударов в минуту. Либо каких-то остановок сердца, выраженных пауз. И ставим, допустим, кардиостимулятор на 60 ударов в минуту. И вот смысл кардиостимулятора – не давать сердцу сокращаться ниже 60 ударов в минуту. Когда ритм становится как часы, стимулятор отдыхает. Периодически его нужно проверять и иногда, как любой точный инструмент, настраивать. От программирования зависит жизнь. Одна из фирм выпустила дистанционные передатчики. Нужны они для сложных пациентов. Салават Максинов из таких в 2003 году перенес два инфаркта миокарда. Спустя 13 лет – вновь инфаркт. Сердце барабанило по 200 ударов в минуту. Подозревает, что стрессы виноваты. Первый инфаркт – боли, чувство как будто простуды. Ломать и везде начало. Тогда я дома сознание потерял. И меня первую туда привезли, к кардиологию. Меня здесь выводили тоже ручным кардиостимулятором. Ритм восстанавливали. Сейчас с кардиостимулятором. Дома возле кровати серенький прибор для удаленного мониторинга. Спасительная коробочка, чтобы за ритмом следить на расстоянии, когда доктор не под рукой. В системе удаленного мониторинга тоже есть своеобразная магнитная головка. То есть пациент садится, прикладывает над устройством этот передатчик и нажимает на единственную кнопку. И вся информация у него передается нам. Сердечно-сосудистый хирург поясняет, устройство сейчас больше как записная книжка. Но чуть сердце ослушается, как спасительная коробочка данные отправляет врачу. Существует система оповещения. То есть мне в любое время дня и ночи приходят смс-сообщения о том, что у пациента что-то случилось. И у нас налажен контакт с нашими пациентами. Мы можем непосредственно позвонить и пригласить пациента. Несколько кликов по экрану и пояснения. Все по нулям. С 18 апреля ритм отбивается четко. Для сравнения, предыдущая запись была хуже. У пациента за все время с момента установки кардиостимулятора по сегодняшний день было 5 срабатываний кардиовертера-дефибриллятора по поводу желудочковых аритмий. То есть получается он нанес в общей сумме 5 разрядов. Каждый пациент уникален, объясняет заведующей отделением Татьяна Гизатулина. Все сложные случаи в области это их специфика. Известному тюменскому хирургу Валерию Лыкову сделали электроимпульсную терапию, но пульс сорвался. Мы видим расстояние между отдельными сокращениями сердца, отличается друг от друга. Ритм неправильный. Через сутки его вернули на место. Таких сердечных паспортов у каждого пациента за лечение десятки. Самое страшное, если вдруг внезапная смерть. Считается, что от нее в мире умирают около 240 тысяч человек в год. Многие в отделении прошли через остановку сердца. Реакция врачей должна быть молниеносной. Этим и отличается аритмолог от других специалистов. Здесь только фанаты. Мы очень любим свою работу. Если мы подсаживаемся на нее, то мы дальше уже в другую, как правило, область не переходим. Крайне редко это бывает. Почему? Потому что работа связана с тем, что мы должны реагировать быстро. И поэтому у нас трудятся люди, которые способны на быструю реакцию. Отделение сложных нарушений ритмов сердца начало работать в 2002 году. До того момента пациенты по полису не могли решить свою проблему. Только за деньги. Все эти операции для бюджета стоят от нескольких десятков тысяч рублей до миллиона. А для людей – бесплатно. На спасение сердец 8 врачей. 30% пациентов через стол хирургов. Мы очень много работаем с точной техникой, то есть кардиостимуляторы, которые очень-очень быстро развиваются в этой области аритмологии. То есть появляются все новые и новые аппараты. Это требует также постоянного развития от врача. То есть нам нужно очень быстро соображать для того, чтобы запрограммировать вот этот маленький компьютер, который мы вшиваем в организм человека. Сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Хамутинин – один из тех, у кого операции сменяются постоянными командировками. Через пару дней – очередной курс обучения. Через полчаса – очередной пациент. Нурлана Лымколов приступы переносил на ногах или жена заставила идти к кардиологу. Суточный монитор показал, что все серьезно. У вас врожденная патология, то есть у вас есть дополнительный путь проведения, который, в общем-то, может принести вам большие неприятности в дальнейшей жизни. Пока операционная готовится к новому излечению, от хирурга мини-экскурсия. Вот это рентгенаппарат. Врачи здесь на вредном производстве. Постоянное облучение. Год их работы оценивается за полтора. По всей операционной множество мониторов. Это как центр управления человеческой жизнью. И вот такая навигационная установка – настоящий космический корабль. На пациента накладываются такие пластины спереди три и сзади. И с помощью них создается электромагнитное поле. И катетер, который вводится внутрь сердца, позиционируется. И как спутники космические, так же кончик электрода видно, насколько он смещается в миллиметрах. Вправо, влево. С помощью этого можно нарисовать внутреннюю структуру, камеру сердца. И уже в дальнейшем воздействовать в каких-то точках. Это снижает нагрузку рентгеновскую на персонал, на пациента. Дмитрий Хамутинин делает до четырех операций в день. Все они на закрытом сердце. Вот инструмент, который в его руках будет ведущей скрипкой. Катетер через бедренную вену или артерию вводят в сердце. Кончик электрода устанавливается в полость сердца. И сюда наносятся электрические импульсы. И мы таким образом пытаемся навязать ритм. То есть, допустим, у человека 60, а аритмия его 180. И вот мы хотим увидеть эту аритмию. И мы будем подавать на этот кончик импульсы, чтобы именно завести эту тахикардию и увидеть ее в лицо. Увидеть и уничтожить. Операция – высший пилотаж в аритмологии. У врачей тоже свой азарт есть. Новые высоты брать интереснее. Кардиостимулятор – это как бы коробочка. То есть, поставить коробочку – это уже неинтересно. Интересно, конечно, заниматься аритмиями, потому что ее нужно найти, ее нужно поймать, прицелиться. Пациент, допустим, сегодня в операционной будет. У него дополнительный путь проведения называется пучок кента. Ну, у нас как бы жаргон такой есть – замочить кента. То есть, вот сегодня будем мочить кента. Но юмор медиков сразу уходит на второй план, когда операционная начинает жить в режиме спасения. Серьезные лица, проверка оборудования и концентрация внимания. То, что присутствует камера, будто никто не замечает. Нурлан опутывается проводами. За каждым изменением внутри следит электрофизиолог. Операция – совместный поиск. В основном моя задача – это проведение диагностических манипуляций, которые позволяют уточнить механизм аритмии, уточняем зону наилучшего воздействия и контроль эффекта проведенной процедуры. Пациент в сознании без вскрытия грудной клетки – это самые щадящие операции. Первые были еще в начале 80-х. И с тех пор идет спор, как лечить аритмию – через мини-доступы или на открытом сердце. Сейчас споры, конечно, между кардиохирургами и интервенционными аритмологами, он вот так продолжается. Потому что, вроде бы, как считается, что большая хирургия, она эффективнее, потому что хирург видит сердце, он знает, куда он прикладывается, энергию температурную либо холодовую. И тем самым увеличивается процент эффективности. Интернационные аритмологи все-таки стоят на том, что нельзя человеку с аритмией прийти и распилить грудную клетку. Что это нужно делать через мини-доступы. Дмитрий Хамутинин все время читает мониторы. Они пишут, что внутри сердце – давление, пульс, насыщение кислородом. Когда заводят тахикардию, зигзаги начинают извиваться в сумасшедшем ритме. Но так нужно, чтобы найти очаг. Вот у нас электроды. Они установлены. Один диагностический электрод установлен в один отдел сердца, другой – в правый желудочек. Сперва наносились воздействия с кончика этого электрода, сейчас с этого. Почти 25-я минута операции. Вот кульминация процесса – прижигание нужного участка. Температура бывает от 30 до 60 градусов. Вот этот электрод. Сейчас потерпите, потерпите. Чуть-чуть. Еще 20 секунд. Место может быть болезненное. Все, 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 все. Вот, дорогой, сейчас еще 15 секунд. Все, все, все. Все, 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 все. Все. Ну все, то есть как бы пучок кентаза мочили. Вот, сейчас будем ждать 20 минут. Врачи научились лечить 98% аритмий. Количество пациентов растет, как снежный ком. Но пока в документах Минздрава даже нет такой профессии – аритмолог. Отдельно, как бы, в приказе еще в Минздраве нет такой отрасли, там, как бы, аритмолог. Она, как бы, планируется. У нас есть определенные курсы, то есть все больше и больше людей учатся. И когда их достигнет какое-то количество, тогда выделится такая область. А сейчас этим занимаются как кардиологи, так и сердечно-сосудистые хирурги. Но все равно, как бы, мы считаем, что мы аритмологи, интервенционные, мы этим занимаемся. Руки каждого на вес золота. Если задуматься, вот в эту минуту он спас жизнь. Пациент, кажется, и сам не верит. Ощущения после операции пусть и неприятные, но жить можно. Ну, более-менее терпимые, конечно. Жить можно, я имею в виду, потерпеть можно. Неприятные. Операция, я думаю, любая неприятная. Жжение, да, видать, там что-то делали. Жжение в груди. Ну, и становится страшно. Я же не знаю, что они там нажимают, что делают. Несколько часов под наблюдением. Пара дней в палате. И Нурлан со спокойным сердцем может идти домой.